друзья пытаюсь птицу перевести на 61 смотрите какая ситуация видите какая длинная гранула в общем сначала мы им предлагали есть пыль да а теперь предлагаем есть гранулу которую они просто даже проглотить не могут потому как а они не выросли б даже для нормального веса этого возраста это гранула вряд ли им подошла бы потому как смотрите допустим мы сейчас сравним вот корм видите какая порезанная здесь вот довольно таки на небольшие куски гранула и смотрим вот на эти длинные колбаски сейчас как год не поставить вот так давайте вот гранула и вот гранула видите разницу да здесь цельные длинные длинные колбаски которые птица не может проглотить она пытается ее расколоть выбрасывает из кормушки и вот это гранула которая является pk 6 2 то есть вот это гранула мельче ну смысле она порублена более на мелкие фрагменты чем вот это и вот это pk 6 2 гранула рассчитана на возраст там я точно не помню но допустим 42 дней до то есть этот корм идет после pk 6 1 а pk 6 1 у нас получается раза в три наверное крупнее да по длине той гранулы которая птица должна быть в большем должна есть в более зрелом возрасте то есть вот этот корм должен быть хотя бы и он был таким да хотя бы вот такой фракции как pk 6 2 а он вот такой фракции в три в четыре раза длиннее ну явно здесь я вам что хочу сказать мое предположение не явным скажем так аккуратно это мое предположение что это корня бролерный но не брольны не бролерный это корм потому что такая длинная гранула не может быть у корма бролерного я не замечала сколько кормил чтобы такая длинная гранула было пока шестом первом так что я не знаю какие последствия сейчас у нас тут произойдут там уже кто-то он кряхтит ребят что тут у вас что не так кто-то возмущается но возмущается конечно они возмущаются вас таким покорми сначала пылью потом то что вам в рот не лезет так что вот так вот один корм слишком мелкий другой корм слишком крупный ну третий такой как должен быть что я могу сказать как бы помягче так без мата постараться но если вы обманываете потребителя хотя бы обманывать его как-то поинтеллигентней хотя бы с одним кормом а не сразу с двумя чтобы хоть не получалось так что сначала птица ест пыль с трудом а потом когда ей нужно переходить на корм покрупнее она не может его есть потому что он настолько крупный что не лезет им в глотку грубо говоря это не только она не может быть но и она не может подниматься с другой yere но она не может не слишком много много мальчиков но она действительно гордится и вот она не может быть закручен она что-то будет так что-то свободное Вот видите, по К6-2 они едят Ну, могут есть, скажем так Вот такая разница Так, друзья, ну какое решение принимаю? В общем, не едят они этот корм Поэтому я не вижу никакого варианта сейчас для себя Кроме как дать им вместо ПК-6-1, да, после ПК-5-1 ПК-6-2, у которого порубленная нормальная бройлерная гранула И более коричневая В общем, этот корм пока зависает Может быть, когда они подрастут Я попробую его скормить Но на данном этапе я не вижу другого варианта для себя Пылью этой кормить я тоже уже больше не могу Они вообще не растут Им скоро месяц Посмотрите на них Ну, это просто ужас какой-то В общем, месяц-то я их взвешу обязательно Но вот на данном этапе в 26 дней Короче говоря, не получилось применить мне пока ПК-6-1, который мы купили Ну, якобы ПК-6-1 Из-за несоответствующего размера этого корма бройлерам Их возрасту, их весу на данный момент Они просто не едят Они попытались, подошли, поклевали И отчаялись, сели, как бы вообще не встают теперь Ну, в смысле, не подходят к кормушке Так что, думаю, что вот так я поступлю А там понаблюдаем Так, друзья, утро следующего дня В принципе, по кормушкам видно, что решение я принял вчера правильное Посмотрите, здесь вот даже все съели практически Птица ест этот корм Который ПК-6-2 Который более-менее подходящий для нее фракция Все нормально, без проблем Вот они подходят к кормушкам И поедают То же самое здесь Ну, короче говоря, все нормально ПК-6-2 они едят Так, чтобы вот Как бы подтвердить, что я беру Корм из ПК, из этого мешка Из финиша 2 Из ПК-6-2 Вот этикеточка Я, к сожалению, один Мне сейчас открыть мешок будет непросто Одному Так Ну, давайте попробуем Сейчас я камеру возьму в зубы Так, не знаю, что там видно было Короче говоря Вот он, корм Так, вот я на улицу вытащил корм Здесь хорошо видно Значит, смотрите ПК-5-1 Идущий с 35 дней ПК-6-2 Идущий с 42 дней Видите, да? Эта крупка, она нарезана на более мелкие гранулы Здесь гранулы вот такой длины Птица не может поедать такой корм В 27 дней получается Смотрите Мне скажут, что Вы должны кормить до 35 дней ПК-5-2 Да, я не спорю Но Год, используя корм-аркорм Мы кормили до 25 дней ПК-5-1 Гранулы их предыдущий Все замечательно было В 25 дней я переводил птицу на ПК-6-1 ПК-6-1 был вот такой фракцией Вот такой фракцией Но никак вот не такой Понимаете? Ну никак не такой фракции Вот И на основе предыдущего своего опыта кормления маркором У меня не возникало никаких вопросов и проблем С переходом птицы с ПК-5-1 на ПК-6-1 И тем более на ПК-6-2 Потому как он такой же, как ПК-6-1 Но вот в данном случае Вы видите разницу Ну и плюс к этому накладывается проблема в чем? В том, что птица не набрала веса Она не выросла И ей еще сложнее потреблять такую гранулу Вот Сейчас она ест вот это ПК-6-2 Ест в принципе нормально, без проблем Так что на данной стадии Что я предполагаю сделать Я выкармливаю ПК-6-2 У меня осталось Сейчас я посчитаю По-моему 13 мешков Потому как два мешка ушло на предыдущие Бройлеров Или три мешка Но я сейчас посчитаю Вот Выкармливаю значит ПК-6-2 сначала А потом кормлю Вот этим кормом Ну вот вы видите На улице очень хорошо видна разница В размере гранулы В цвете В цвете особенно Вот Так что я делаю предположение Что этот корм Он не бройлерный Все-таки Из-за такой длины гранулы И цвета А какой-то другой Скорее всего свиной Это и в принципе Объясняет Перепрошивку этикеток на мешках А его прогорклый запах Возможно Добавляется Тем что Вся пикантность ситуации В том что еще и этот корм просрочен А может быть он такой и должен быть для свиней Я не знаю У нас свиней нет Так что вот так Такие вот у нас новости По поводу этого корма Всем спасибо за внимание Подписывайтесь на канал Ставьте лайки или дизлайки Комментируйте Всем пока